На юге подорожало мясо. За несколько дней стоимость конины, говядины и баранин выросла в среднем на 200 тенге. Потребители обижаются на продавцов, но реализаторы уверяют, что они здесь ни при чем. Бахром Абдулаев разбирался. Предприниматель Фато Асалова уже более 10 лет торгует мясом и говорит, что прежде такого резкого скачка цен не припомнит. Всего за несколько дней стоимость филе конины выросла на 300 тенге. Теперь в среднем 1 килограмм продают за 2500 тенге. Из-за того, что вот отсюда в другие страны возят, вот, например, в Узбекистан, в Иран возят, в Астану возят, надо вот им запретить, чтобы они отсюда не возили. И тогда нам тоже дешевле было. Следом за филе конины цены устремились вверх на баранину и говядину. Очень дорого. Вот я сейчас купила баранину за 1800. И вот я беру всегда говядину с фаршем, 2300 мякоть. Ну, для нас в семье двое человек, я и сын. Это очень дорого. Мы, как мы за неделю вот это считаем, в среднем 10 тысяч на мясо только всего лишь уходит. В управлении сельского хозяйства подтвердили, что экспорт в Узбекистан и Иран сыграли свою роль в росте цен, но еще и сослались на межсезонье. Сейчас вот ожидается отсутствие этих рогатых скотов в откорм-площадках. То есть в меньшем количестве. Дальше будет увеличено обратно поголовье скотов в этих откорм-площадках. И, соответственно, будет уже достаточного объема, чтобы сдерживать цену, то есть нормализовать цену. В прошлом году перед Туркестанской областью стояла задача экспортировать 15 тысяч тонн мяса. В этом году план еще выше. Так что снижения цен ожидать не приходится. Бахром Абдулаев, Виталий Заянтинов, Информбюро, Шымкиант.